Про хорошее. У меня женка рукод сибирский, чудный, которого звали Вася. Вот ему, наверное, я могла бы почитать. Пушистым облочком исчез пушистый кот. Погтистый лапкой за сердце зацепился, и навсегда в нем тихо посиделся. А вот этот изверг, который меня чуть не съел, вырастив с ладошки, ему были посвящены какие стишки? У котенка-тимочки белые ботиночки, белая манишка, вот так модный кишка. Еще рифмуется сосиска с мурлычным словом кишка. А вот в мешке картошка рифмует слово кушка. И весело картошку катает котенка. Он очень окончается, а мишок кончается. Ну и, наверное, так или иначе, коты и всю жизнь они у нас присутствуют. С нами никуда они не денутся, несмотря на то, что есть некоторые паразиты, которые у нас едят. Сама подставилась. У меня она. Да, ладно. Ужас какой-то. Ну, ладно, послушайте. Про котов. Пушистики, мурлыки, царцарапки, наскрыты когатки в кошачьей лапке. Довольно еще ряд глаз и спинку выгибают, а если что не так, то фр и царап кусают. Не зря же говорят, что зверя нет страшнее. Ну, как никто иной, коты играть в мире. То песенку спаешь, калачиком свернуться. И, глядя на котят, нельзя не улыбнуться. Давно, когда века прошли, пройдут еще столетия. Есть человек и кот в любом тысячелетии. Им хорошо вдвоем. Тандем по жизни дружина. Кот для тепла души, для добротворения. Ну, хорошо.